Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и Аскватима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет Макдональдс, а точнее... Наггетсы из Макдональдса. Мы будем пробовать их с разными соусами. Мы купили все соусы, которые представлены в Макдональдс. И будем пробовать, решать какой вкуснее, делиться с вами информацией. Вы тем временем пишите в комментариях, какой соус больше всего нравится именно вам. Итак, для поправочки, как видите, это упаковка от 9 и здесь у нас 20. В общей сложности округлим 30 наггетсов. Мы постараемся все это съесть. Ну что ж, начнем. Я уже открыла барбекю соус здесь, чтобы было удобнее. Я буду пить обычную воду. Вы любите барбекю соус? Мне кажется, это экзотика. Не все любят такое, но сырные, по-моему, любят все. Итак, с какого начнешь ты? Давайте я начну с моего любимого сырного соуса. Барбекю это любовь. Мы настолько любим сырный соус, что взяли два сырных. Точнее, один был в подарок. Я вам должна признаться, что Алька меня посадила на эти наггетсы раньше, я их не очень любила. А я обожаю. Не представляю свою жизнь без наггетсов. Могу съесть 100 штук. В прошлом видео все меня хаяли. Я хочу оправдаться. Что когда я кушала суши, я ела без аппетита. Вот смотрите, наггетсы, например, я могу есть с аппетитом, потому что я их обожаю. Вот суши, но не люблю. Потому что у каждого человека есть любимое блюдо, нелюбимое блюдо. Невозможно любить и есть с аппетитом все. Даже я могу, наверное, что-то есть без аппетита. Очень вкусно. Да. Барбекю, да? Барбекю соус обалденный. Он немножко такой сладкий. Очень вкусно. Вы нам предлагали съесть 100 наггетс, но мы подумали, что Айка не сможет и решили продегустировать соус. Да, не удивляйся, Айка, не смотри мне такими круглыми глазами. Ты слабачка, все это знают. Она не смогла бы съесть 100 наггетс, даже 50. Если она не может съесть 50 суши, то... Что же говорить о наггетсах? Привычный кетчуп. Мне кажется, он в Макдональдсе какой-то другой. Это то же самое, что кола. Вроде бы обычная кола, но в Макдональдсе она мне очень нравится. Ну, это Хайнс. Он в маркете такой же. А это горчица сладкая. Ммм, как? Скажи поближе. Ммм, невкусно. Я обожаю. Я даже вторую съем с горчицей. Что мне нравится? Соус барбекю. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Я люблю есть то, что мне привычно. И не пробовать что-то новое. А я нет, я наоборот люблю пробовать что-то разное, интересное. Поэтому редко можно встретить в азербайджанских ресторанах еду, которую я еще не пробовала. Я уже взяла кисло-сладкий соус. Это один из моих любимых. Он такой жиденький, относительно других. Очень вкусный. Там, я думаю, в составе есть яблоко, алча, что-то такое. Давайте посмотрим. Еще есть чесночный. Вы пробовали когда-нибудь? Я пробовала, кстати, чесночный. Я извиняюсь, абрикосовое пюре здесь на первом месте. Ммм, как пахнет чесночный. Жалко, что камера не передает аромат. Он такой белый. Кисло-сладкий соус, это кайф. Если любите кисло-сладкое, обязательно пробуйте. Божественно. Ты хоть поможешь мне сегодня все съесть до конца? Или опять скажешь, что ты наелась? Я тебя сейчас вырежу, я сейчас стрельну. Я бросаю тебе вызов. У меня сейчас зверский аппетит. Потому что с утра я была на работе. Вообще, у меня сегодня очень неудачный день. Что я хотела сегодня сделать, ничего не получилось. Обратите внимание, у него упаковка другая, у чесночного майонеза. Здесь написано соус украинский, чумак. Он выше и выше, чем другие. А я пробую кисло-сладкий соус. Супер. Майонез шикарный. В меню было написано, что это чесночный майонез. Нравится? Боги, как они это делают? Обожаю. Хоть это вредно. Это очень вкусно. Вот что я люблю. У нас остался всего один соус сальса. В конце мы выберем соус победитель. Вообще, очень трудный выбор, согласитесь. Каждый по-своему вкусный. Вот, например, мне не понравился только горчичный. И то я просто горчицу не люблю. Вы знаете, я вам скажу, они довольно большие по объему. Я вчера была в KFC. Мне показалось, что там сырный соус совсем был маленький. Здесь они такие широкие, их упаковки. Посмотрите. Сколько здесь грамм? 25 миллилитров. И одна стоила 60 копеек. Наверное, в KFC дешевле. Супер. Подвески супер. Хуже мне. Также мне очень понравился соус кисло-сладкий. Вот про это, да, ты говорила? Да, один из моих любимых после сырного. Сальса соус. Я бы даже сказала, что кисло-сладкий и сырный у меня на одном месте. Нет, все-таки сырный, но он вкуснее. Да. Смотрите на его цвет. Я сальсу готовила сама дома раньше, в блендере. Попробуем. Это острое. Острое я не люблю, острое. Сильно острое. Да. Ммм, сальс. Все хорошо за пеек. Как ты его ешь? Если вы любите острую еду, и в прошлой жизни были мексикантами, то ставьте лайк. Я не очень люблю острое. Но умеренно острое. Для меня этот порог умеренности намного выше, чем у обычных людей. Мне очень сильно понравился чесночный. К сожалению, здесь осталось всего ничего. Две штуки. Три. Надо было брать больше. Это божественно. Мне кажется, я съела больше. Надо было считать. Надо потом в видео, надо потом при монтаже посчитать, кто съел больше. Это я. Возьми ты последнюю. Все равно я съела больше. И все. Жалко, что 30 наггетсов для нас как семечки. Я думаю, в следующий раз все-таки можно снять челлендж 100 штук. Думаю, мы справимся. Обязательно подписывайтесь на канал Асква Тима. Возможно, именно на ее канале будет челлендж 100 наггетсов. Да. Какой соус был вкуснее. Впервые при съемке наших видео я не наелась, реально. Я могу еще вот коробочку съесть, где будет 30 штук. Аллилуйя. Ну что? Подводим итоги. Какой соус понравился тебе больше всего? Мне понравился чесночный. Мне, если честно, очень понравился сырный. Но я его и до этого очень сильно любила. Но среди всех остальных, которые я не пробовала, я могу отметить кисло-сладкий соус. Он реально очень вкусный. И мы, по-моему, его впервые пробовали, когда мы снимали видео на твоем канале. Макдональдс против Киев. Все это видео на моем канале. Можете подписаться и посмотреть, если вам интересна такая тематика. Причем это видео почти самое популярное на твоем канале, поэтому вы обязательно должны зайти на канал Аскватима, подписаться на ее канал и посмотреть это видео. Ну, кто победил, сырный соус или кисло-сладкий? Для меня, наверное, все-таки кисло-сладкий. Да? Потому что я человек, который любит есть то, что привык. Но для меня это находка. Кисло-сладкий соус. Если вы его никогда не пробовали, очень вам советую. Обязательно попробуйте. Вообще, все, что производит Макдональдс, я просто фанат. Я тоже. Чисто у них, аккуратненько все. Может быть, и не полезно. Может быть, при создании этих наггетсов не было убито ни одной несчастной курицы. Но все равно. Это вкусно. Она бы предпочла, чтобы курицы были убиты все. Ну что ж, ребята, подведем итог. У нас победило два соуса, по моему мнению. И по мнению Айкемели, я выбрала чесночный соус, украинский. А я выбрала кисло-сладкий. Он просто божественный. Если вам нравится видео про фастфуд, то обязательно пишите в комментариях. Мы будем продолжать в этом же духе. Или просто пишите идею нового видео. Мы все читаем, стараемся по возможности отвечать. Мы вас все очень сильно любим. Всем пока. С вами была Эмили. Я спасима.